Гриновская библиотека дарит своим посетителям летнее настроение. Здесь работает новая творческая выставка «Летний формат». Авторы – слободские мастера и мастерицы разных возрастов. Так как наша выставка посвящена празднику Дню Семьи, Любви и Верности, у нас приняли участие семьи Гребенкина. Ирина Витальевна вместе с дочками, она принесла свои фотографии. Девочки сделали аппликации, рисунки. И ещё приняла участие тоже семья Казаковых – Надежда Александровна и дочка Лиза. Они сделали такие прекрасные, замечательные вот такие подвески. И я всегда думала, что такие вещи можно увидеть только где-то у Чёрного моря. Традиционно участники выставки радуют посетителей обилием техник. На экспозиции представлены как уже знакомые глазу, так и новые для слобожан виды творчества. Оформили выставку, и она получилась у нас в таком стиле эклектика. То есть это смешение, творчество. У нас здесь мы уместили и картины маслом, и картины акварелью. Подружили мы и печьворк, и подушки, и даже эскизы для татуировок. Вот у нас молодые мастера сейчас приняли участие. Это Миша Тарских и Якимова Екатерина. Они даже сделали рисунки кофе. Художница Галина Лапшина среди постоянных участников таких выставок. Её работы словно излучают свет и доброту. На этой выставке у меня ангелы. Это работа, как бы реплика называется, потому что они копейные. Я люблю очень художницу Галину Чувеляеву. Это питерская художница, ювелир. И вот у неё такие ангелы. Она знаменита своими солнечными ангелами. У неё так и называется целая серия солнечные ангелы. Они необычные, они как домовёночки. Они очень позитивные. Летние, зимние, на любую тему. Есть кофейные, есть рыболов даже представлен. Не только посмотреть и приобрести, но и попробовать себя в роли творцов. Такую возможность здесь дарят тоже. Обладатели очень умелых ручек готовы провести для желающих мастер-классы. Наши мастерицы, которые постоянно, регулярно участвуют, но они опять показали новое своё творчество. Например, девушки, которые раньше занимались просто печворком, сейчас они сделали новое открытие. Они сейчас делают квилт, сумасшедший квилт. И сейчас работают в этой технике. И, конечно, любой мастер может научить на мастер-классе любого слабожанина. Выставка продлится до 25 июля. Кроме того, библиотекари приглашают талантливых слабожан к сотрудничеству. Если у вас есть хобби, результат которого красивые вещи и рукотворные диковинки, вы можете стать автором персональной выставки.